Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Мугубанг и скажу вам по секрету, я наконец-то нашла локацию, которая мне нравится на все 100%. Вот сейчас картинка мне очень-очень нравится. Я сижу напротив балкона, так скажем. Здесь дверь открыта, точнее окно открыто и идет легкий ветерочек, хорошо падает свет. Если вам тоже понравится, то я часто буду снимать для вас Мугубанги именно в этой локации. Так, что у нас на сегодня? Естественно, никаких доставок здесь нету. Это, конечно, очень печально для меня лично. Я очень соскучилась по роллам от Епоши. Вот, сегодня у нас огромная доза Цезаря. Здесь у нас арбуз, мы ходили закупаться продуктами. Точнее, не в местный супермаркет, а мы ехали в город, в самый большой, где есть огромный выбор всего, и нашли салат Айсберг. И как только я его увидела, я маме сразу говорю, Цезарь, хочу Цезарь. Здесь, конечно, огромная доза, но потихоньку. С хомячем. Соуса Цезарь не было, поэтому я перемешала, получается, майонез со сметаной. Немножко приправ. Мой любимый сыр. Вместо черри я там копалась. И искала самые маленькие помидорки. Ну, черри не было, что делать. Это еще самый большой супермаркет. Я вам там снимала влог. Не знаю, когда он выйдет, потому что этот влог меня просто достал, девочки. Я его монтирую, потом сохраняю. И на моменте сохранения он выдает ошибку. Какой-то из файлов поврежден. Вчера всю ночь пыталась сохранить. Причем, знаете как? Он вроде бы сохраняет. Прошло уже 60%. Ты такая радостная, думаешь, как классно. Я думаю, что она открылась без газа. Прикиньте, я в супермаркете купила спрайт, а здесь вода. Может, они перепутали что-то. Короче, это самая обычная вода. Влите. Шикарно, конечно. Короче, я потихоньку привыкаю. Маме предлагалось, что давай... Едем. Неделю останемся в городе, потом обратно приедем. Я это говорила только с одной целью. Чтобы нажраться там. Но мама говорит, тебе-то легко. Здесь надо все эти шланги разбирать. Все собирать. Все, что мы привезли. Я не знаю, говорит, тебя, но мне неохота. Как кочевые цыгане. То туда, то сюда со своим табором. Кстати, два дня назад у нас было землетрясение. Эпицентр был здесь. Не в Баку, а именно здесь. Но в Баку на самом деле была ужасная паника. Люди все выходили на улицы, сидели в машинах. Пришел твикс. Я проводила твиксика, а то он нам будет мешать. Спросила у мамы. Это она вылила спрайт. И налила туда воду. Мама сказала, что она без понятия. Что я вообще не поняла. Что это за шутка? О чем мы с вами говорили? Мы говорили про землетрясение. После того, что произошло в Турции, вообще все люди испугались. И вышли на улицы. Боялись, что дома начнут разрушаться. Еще плюс нам сказали, что в 3 часа ночи опять будет землетрясение. Но я сейчас не почувствовала ничего. Я и легла спать. Во всех социальных сетях было полно видео. Люди там со своих балконов снимали, как другие спят на улице. И ржут. В принципе, над чем тут смеяться? Кто-то не хочет рисковать. Всякое может случиться. Я лежу на кровати. И смотрю какой-то фильм. Или Дом 2. Не помню. Короче, что-то я смотрела. И вдруг я замечаю, что как-то телефон у меня в руках. Он то влево, то вправо. Я понимаю, что меня как-то трясет странным образом. Потом я скажу. Мой взгляд падает на люстру. Точнее, здесь не люстра. Там просто лампочка. Я вижу, что она мотается туда-сюда. Потом заметила, что стены тоже начали шататься. И появилась, кстати, огромная трещина. И тут я резко, знаете, что вспомнила? Вспомнила наш урок ОБЖ. Еще когда я жила в Саратове, там учитель говорил о том, что при землетрясении обязательно нужно покинуть помещение. Так как дом и так, и так старый, понятное дело, он и без землетрясения может развалиться. В целях безопасности я решила выбежать. Но на лестнице я столкнулась с такой проблемой, что я не могу спуститься с лестницы. Лестница настолько сильно трясется, что я не понимаю, куда ставить ногу. Знаете, такие ощущения, что вы очень сильно выпили и не можете спуститься по лестнице. Вам, возможно, кажется это ерундой, но в тот момент очень страшно. Вот сейчас я могу вспоминать это с улыбкой, но именно в этот момент, честно, очень страшно. То есть не было нотки юмора и так далее. Я знаю, что в Дагестане тоже все почувствовали. Даже в Казахстане девчонки мне писали, что они тоже почувствовали. Мне сразу позвонил брат. Прямо сразу. Говорит, как ты это почувствовал? Я говорю, это невозможно не почувствовать. Это просто не знаю, кем надо быть, чтобы это не почувствовать. Ну как-то здесь особо сильной паники не было. Ни у кого вроде как дом не развалился. Максимум, что трещины. Вообще, когда вы строите частный дом, нужно очень большое внимание уделять именно фундаменту, именно прочности конструкции, потому что то, что произошло в Турции, это целиком и полностью в большей степени вина строителей. Потому что в одном и том же городе одно здание разрушилось, а другое нет, потому что другое было построено более качественно. мне кажется, в этих сейсмических зонах обязательно за этим должны следить власти. чтобы строили по техникам безопасности. Потому что дом развалится к черту. Столько людей погибло. Невинных людей, детей. потому что строят ужасно. Потом по новостям я узнала, что 5,7. Почти 6 баллов. Так что это все не шутки. Дай бог, чтобы у меня была возможность купить еще одну квартиру. Я на это сильно буду обращать внимание. Вот у нас прямо около метро, но чуть-чуть подальше, построено здание. И я смотрю, сейчас видно вот эту конструкцию. Там столбы такие тонюсенькие. В городе там прям паника была у людей. Хотя эпицентр был здесь. И вроде как они не так сильно должны были почувствовать землетрясение, как мне кажется. Хотя, может, почувствовали все. Но просто в городе попробую спустись с 17-го этажа. Здесь-то все просто. Выбежал на улицу и все. Вообще хочется просто мирно, спокойно жить. без этих всех воин, землетрясений, наводнений и так далее. Не знаю, с какого именно это района, но я там видела, что в одной области у нас земля просто треснула. Я извиняюсь за посторонние звуки. Я постараюсь их вырезать по возможности. Просто окно открыто. Но если даже оно не открыто, все равно все слышно. У нас, во-первых, громкие соседи, во-вторых, деревянные окна. Вот сейчас, например, едет трактор. Плюс еще у нас дом находится в очень неудачном месте. То есть он прям угловой. И рядом еще школа. И в мае, например, дети после школы идут, кричат, шутят, смеются и так далее. Это прям очень слышно. Бабушка, наоборот, всегда говорила, что самое лучшее место. Мы в эпицентре всех событий. То есть где у нас участок, который я вам снимала в одном из влогов? Там как бы очень тихо, спокойно. А здесь не так. Причем, вы знаете, с годами деревни становятся все больше и больше. Я почему-то думала, что потихоньку вся молодежь отсюда будут перебираться в город и здесь почти никого не останется. Но нет. Кто-то, конечно, уехал, но у нас есть сосед, который продал свою квартиру в Баку и купил здесь, получается, три дома. Купил три дома, и они вот живут. У него много детей. Троем или четверо. Точно не знаю. Я не особо с ними общаюсь. В общем, суть в чем заключается. То есть не только из деревни переезжают в город, но из города тоже переезжают в деревню. Для меня это немножко удивительно. хотя я бы сама не прочь на пенсии переехать в деревню и жить в деревне. Просто обязательно нужно создать здесь все условия. И все. Живи себе припеваючи. Ну, честно, соседи здесь такие хорошие. Все обязательно чем-то помогут. Подскажут. В общем, очень дружные соседи на самом деле. В городе, можно сказать, никто ни с кем не общается. Особенно в новостройках, в новостаниях. Нет такого, что кто-то к кому-то идет в гости, с кем-то общается. А здесь так классно. Например, вечером мой друг детства приходит, потом другая соседка приходит на чай, сидим, болтаем, о чем-то разговариваем. Как-то день проходит не монотонно, а как-то ярко и интересно. Ну, на мой взгляд, опять же. Возможно, вам покажется, что я живу просто как пенсионерка и в моем возрасте нужно ходить по клубам, тусоваться и так далее. Но мне кажется, здесь даже дело не в возрасте, а в самом человеке. Каждый получает душевную гармонию в чем-то определенном. Мне сейчас здесь очень хорошо. Единственное, чего мне здесь не хватает, я опять же это повторяю, мама говорит, да ты уже задрала. Мне не хватает здесь доставок, мне здесь не хватает той вкусной еды, к которой я привыкла в городе. Хотя есть вещи здесь гораздо лучше, чем в городе. Например, лаваш. Здесь такой вкусный лаваш. Это просто нечто. В городе это просто какая-то резина. А здесь действительно безумно просто вкусный лаваш. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Цезарь был очень вкусный. Рецепт на него обязательно оставлю. Переходите, готовьте. Не скучайте. Всех целую. Пока.